Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1251. События дня. Книга Пророка Даниила, 9.19. Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши! Неумедли ради Тебя самого, Боже мой! Ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. За 20 мая 2019 года. Тут даем всегда объявление, что умерла мать, четверо детей остались, и кто желает, может помочь. Затормозите, прочитайте тут все. Все данные, кто желает, может откликнуться. Андрей Недоступ. Мир Дому Вашему! Со вчерашнего дня нахожусь в рейсе грузоперевозки по Европе. Опыт и принцип жизни в трассе Вам известен. Прошу Вашей молитвенной поддержки, Андрея, помилуй Господи. Составление программ к роликам пока отхожу. В дальнейшем, как Господь управит. Спаси Вас, Христос. Сколько Он сделал, ролики проверяет, и на какой минуте, что говорим, события дня. Пишу. Храни Вас Бог, Вы наш друг. Нихита Колесников. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Не переставайте молиться. Я тоже подожду, как жизнь дальше сложится. Я пишу, разница чужой для нас, Никита. Забордаев. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Это Алексей, который Виталий Калиников записывал. Можно ли мне с Вами поговорить, когда удобно позвонить? Максим Лебедь. Здравствуйте, Игнатий. У меня есть к Вам важные вопросы. Какое время Вам перезвонить? Я готов на съемку. Просто я думал, что у меня проблемы. И много Вам звонило. Извините, пожалуйста. Мне 11 лет, и я хочу начать духовную жизнь. Тема пришествия и как правильно начать познавать Слово Божье. Олег, что у Вас в книге в свободном доступе для скачивания? Узнал только. С Вашего позволения воспользуюсь этой возможностью. Спаси Господи. Христос воскресе. Доброе время суток, Игнатий Тихонович. Пишет Вам раба Божья Ксения. Смотрю Ваши видео, ролики про деревню. Очень нравится Ваша деревня и Ваше воспитание детей. Молодцы. Напишу немного о себе. Мне 41 год. К Богу пришла в 2014 году. Посмотрев фильм «Русский ангел» и поняла, что православная вера – самая правильная. Русский ангел. Баркульского, Крашенинникова, Славу посмотрела. В этом фильме Валентина Фанастинта, его мать, говорила про мировые документы, которые брать нельзя. На тот момент я искала в интернете, но ничего найти не могла. В 2016 году переехали в Германию и здесь получили эти документы, которые не должны были получать. Сама об этом узнала год назад, что попала в сети Лукавова. Теперь что делать не знаю, а душа болит. Не знаю, может вы мне чем поможете. Была в Казахстане, там наши батюшки говорят, что как вы будете жить без документов. Это еще не те документы. Вот чип в руку. Это будет то. Ну и в Германии говорят то же самое. А я знаю, что истина та, о которой говорил этот ребенок. С уважением, Ксения. Ну, священники в Германии, в Казахстане говорят и не принимают. Что ты от меня примешь-то? Ну, я посылаю материал. Правящий архиерей духовенства Челябинской епархии предостерегает верующих от почитания отрока Вячеслава. Миссионерский отдел Челябинского перхального управления с тревогой констатирует растущим в Челябинской области и России религиозное почитание скончавшегося почти 15 лет назад щебаркульского школьника Вячеслава Крашенинникова, 1782 года рождения до 93-го. Объявлено некоторыми средствами массовой информации уже и пророкам, и святым, и блаженным, и даже великим мученикам. В Челябинской епархии отмечают, что совершается паломничество к его могиле. Причем земля, взятая с нее, используется в магических, отвергаемых православной церковью ритуалах. Написано о каписе, соответствующей иконы. Таким образом, сдаются предпосылки формирования в Челябинской области нового культа, кощунственно использующего православную обрядность, эксплуатирующего естественно человеческое стремление к надмирному горнему. Вот здесь я вставочку сделаю. Ну а вы-то как канонизируете? Это от зависти только говорят. Я не это. Я понимаю, там ложь все это. И Отрых говорил, там, динозавры. Ну, глупейшее не придумаешь. Ну, тут-то сложился культ, о которых Матрону, там, Ксению. Чем они отличаются-то? Дольше жили? Или то, что слепые были? Известно, с мальчику, именующему не иначе как святого, так Вячеслав, пришла после издания его матерью Валентины Афанасовны Крашениниковой книги-воспоминания заграла в нем чудеса и предсказания Отрока Славика. И ряда других книг в настоящее время к несчастью, распространяемых и через сеть церковных лавок. Эти книги достаточно широко рекламируются, как православные. Некоторые из них даже имеют благословения, полученные обманным путем. С совершенной убежденностью можно констатировать писание Крашениникова и людей ее круга, посвященные Отроку Вячеславу, никакого отношения к православию не имеют. Но вот это уже хватили, как-то не имеют, если они православные. Но тут никак. Покойный Вячеслав Крашениников в понимании русско-православной церкви не является ни пророком, ни мучеником, ни святым. Да как это вы мерки устроили? Я тоже не признаю его, но вот то, что отмечают, то никак. Мерки, да откуда вам знать? А вы что, допускаете, что святой? Конечно, но ни пророк, ни одного предсказания я не принимаю и принимать не могу. Культ поклонения Отрока Вячеслава является самоизмышленным, содержит в себе элементы заурядного суеверия, кощунственного посягательства на учение церкви и наслаждается достаточно организованной группой антицерковно настроенных людей. Так вы их травили, а они против и идут. Вот сейчас, я уже говорю сегодня, позднее время. Что сделали-то вот Екатеринбургской-то? Как? Почему митрополит не выйдет, не сложит в себя сам? Такую беду заварили, тысячи детей перессорили. Против православия волна идет. Почитайте отзывы под роликами. Митрополит Черябинский и Златоустовский и Иов призвал архипастора донести до духовенства и всех берущих информацию о недопустимости поездах для поклонения утрока Вячеславу, так как он не является ни канонизированным, ни местнощим святым. Почему местнощимый святой? Ну, неправду говорят-то. Канонизированную, от канонизации вообще не дело, не Божье. Считайте 1 Коринфы 4,5. Не судите никак преждевремя, доколе не придет Господь и не осветит сокрытые вам браки. Тогда похвала будет каждому. Пресс-служба Кемерской епархии. Вячеслав мне пишет. Никита Трофимов на меня вышла, что-то заклинило его. Ну, дальше я буду продергивать, почитайте. Субтитры сделал DimaTorzok Какого-то Виталия, там, мерзкий человек. Почему 500 часов подготовка? День прошел, что-то у тебя хлеба мне принесли, я его нарезал, ну, как кирпичи, которые называются. Сушить начал, ну, вроде нормально. Разрезал, разложил, там, промил шифер. Попробовал на что-то ложить, оно никак, тогда прямо, там, сотни раз этот шифер промытый, там ничего нету с него. Ну, и сижу дома-то, и вдруг, оказывается, там дождик маленький. Все пропало. Я туда все, скорее, в мешки загрузил, сыроюсь. А там, гляжу, солнышко выглянуло, перед самым уже кончиной дня. Я бегом опять эти мешки и лестницы таскать наверх, рассыпать, укладывать, чтобы вентиляция была. Ну, вот так вот. Сейчас ничего нельзя сделать, у меня тут никак не работает интернет. А почему он не работает, не знаю. Никак не работает. То ли отключили, сейчас звоню, никакого ответа нигде нету. Андрей Недоступ, каждый номер события дня просматривал, на какой минуте, секунде, кто говорит, о чем речь. А сейчас он по Европе, как дальнобойщик, видно, прошел грузоперевозки. Люди так. Ну, целый день тут так провозился с сухарями, да, с кошками. Да еще мыши мешки проели, зашивали. День-то и прошел. А сегодня другой день уже. Вот так. Показать даже не могу ресурсы. Интернет вырубил. Кто вырубил или сам. Не включается никак. И все пока на этом.